Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как мне там могут возразить, сказать, что да, с японцами не сравнится Поверьте мне на слово, в Швеции походу еще не придумали телефоны Очки тоже в Вольве не нужны Место для очков, вот оно Вот, все, шведы решили, что вот так все должны возить очки Вот что привнесли китайцы в Вольво, кроме денег Поверьте мне на слово Видишь, куда шведы придумали очки ложить, еще раз показываю, молодцы, умнички Тебе хорошо, ты просто едешь Даже если вам не интересно, вам что трудно нажать подписался, колокольчик нажать Это что так сложно, что ли? Мой оператор меня пристрелит, если будет мало подписчиков Поэтому давайте, хорошие вещи в комментариях, подписки, колокольчики И все довольны, все рады, все домой, пошли домой Вот отсюда она даже мне нравится Она смотрится просто обалденно Запускаю, у каждого свои фантазии Да ну нафиг, за такие деньги Я не хочу покупать салон из Икеи В принципе, уже много что можно засунуть при желании Это уже даже страшно Но сюда уже, блин, у некоторых не только палец можно засунуть О, поломал? И вот это царство Икеи Классная деревянная вот такая разделочная доска здесь Хотя бы это они сюда поставили Где вот эта штучка здесь, вот такая крышка, где она? Тут даже пиво не поставишь, оно скатится Хозяин машину машет головой, да, да, говорит Карельская береза Ну это приятно, правда Ну вот что здесь можно сказать Вот этот телевизор сюда на скотч прилепили и все Айпеда кусок Смотри, я дотронулся и все Можно вызывать криминалистов Илон Маск взял банк У меня там лежат документы, меня остановил полицейский Я ему их должен сейчас дать Ну сразу я не соображу, я же динозавр Я должен догадаться Стоп, стоп, стоп Время пошло, да? Я на нее нажимал Ох Закрыли сразу Сам себе в глаза посмотрел А потом раз И опа, у меня и нос есть Я уверен, что наверняка водитель Тесла не устает, когда он на ней едет Тем более далеко он особо не едет Ему же нужно остановиться, заправиться Он выйдет, разомнется, сядет опять и поедет дальше Устать он не успеет Ну, наверное, напекло немножко, да? Мы должны в этой машине, должны, обязаны пристегиваться Потому что, так как она тебя сама может вести, в принципе Не исключено, что ты уснешь за рулем Когда ты уснешь за рулем, если не ремень, то ты просто можешь выпасть куда-нибудь А ремень тебя поддержит Как я люблю, просто две дырки под что-нибудь А зачем заморачивать? Царство стекла и Икеи Чой к этой Икеи прицепился Может купить себе хотя бы стол в Икеи Я себе куплю хотя бы табуретку из Икеи и буду привыкать к Теслу Когда буду готов после табуретки сесть на Теслу, куплю себе Теслу Я сейчас попробую открыть У меня получилось Я бы сказал, выходите через заднюю Чтобы, ну, когда закрываешь, не так стыдно было Давайте откроем перед Она меня переспросила, ты точно хочешь это сделать? Ты будешь в шоке, она имела в виду Я хочу видеть здесь двигатель Я не готов к этому пустому месту У меня такое впечатление, что меня что-то украли Не додали мне что-то Шумки здесь нету Так как двигатель работает очень тихо Ты купил тачку за 45 штук, приехал домой, открыл капот А там нет ничего Хлопнуть ты не можешь, вот просто Может тебе стоить недешево Механик, программист, скорее всего, а не механик Какой механик? Айтишник, компьютерщик, приехал к тебе домой Вот с таким компьютером, стал рядом с ней И отремонтировал тебе ее Вот сейчас хозяин машины у нас А вот сейчас оператор не сдержался Причем с двух сторон оператор не сдержался А водитель нет, водитель так не делает И вот сейчас на меня прям дует такой приятный Холодный почему-то Но он нагреется, он сейчас будет греться Смотри Да, стоп-дом Ну это так, ты штука поджег Она должна погореть, потом начнет А потом будет просто жарко Санта, Санта, слушай, вот это Санта на Марсе Я что, открыл багажник? Я сейчас открыл багажник Как ее заткнуть? Пока мы ждем музыку, я пойду закрою багажник Оказывается, помимо багажника я еще открыл этот лючок для заправки Так что это опасные вещи И вот опять Для меня, как Для динозавра И я вот по привычке сижу, чего-то жду Сейчас что-то заведется Что-то должно произойти Очень тихо, очень непонятно Ты двигаешься или мир вокруг тебя двигается Как мотор, Андреич? Поет Опять на тормоз надавил По привычке, я привык, что ты должен тормозить Какая-то неопределенная Это была Toyota Camry, кстати Я бы тоже сказал, что неопределенная Даже Tesla не любит Toyota Camry Мне хочется, как в такси, сказать Вот тут за углом, пожалуйста, притормози Выхлопные трубы Как у паровоза Еще тебе, если ты не очень ловкий или старый Немного страшно становиться с непривычки А вдруг не выдержит Для хрупкой девушки будет не очень Хотя, если девушка спортсменка Вот этот фордовский прикол С кодовым замочком То есть ночью тебе вот Ты в грязь не наступишь Ну или если сильно свинья наступишь Можно даже просто понтануться Сесть, кто-то рядом с тобой Ты перед тем, как завести, начинаешь Вот с этого чего-нибудь Вот так А потом завел И работает прикольно В спину так дует неплохо Даже простыть можно Здесь даже есть розетка Для утюга Для чайника Для кофеварки Ну тут корова поместится Если нет необходимости спрятать корову Вот здесь ее можно смело прятать Вот даже, чтобы ты понимал, для чего это А то вдруг ты сюда что-нибудь другое засунешь А чем А то есть нормальный Это не комфортный Вот я не знаю В каком мне каждый день ездить Три режима Скажем, что три режима Нормальный, комфортный И спортивный Все равно не доходит до меня Почему комфортный Это не нормальный Ну спортивный понятно Вот Ну ладно И можно взять с собой табуретку И еще кого-нибудь вот здесь посадить Он смело поместится И будет себя неплохо чувствовать Можно ехать и играть в карты с кем-то Кто на табуретке здесь сидит Опять зарядка для утюга, чайника и кофеварки Ну это американская машина Здесь подстаканников по традиции очень много Здесь нормально Панорама тебе поддерживает настроение Куча подстаканников Хорошая компания И бездорожье И ты вот так Тут кстати вот этому пассажиру держаться не за что Если здесь только двое сбоку сидят И вот так локтями придерживают Ну и правда не за что держаться Может и не надо Может и не надо Хотя здесь жесткая крыша Если ты Ну тут далеко лететь до крыши А и смотрите до конца В конце А вдруг что-то интересное в конце будет Слабо сделать, чтобы закрывалось так же Сейчас такая Не случилось Куда он дует Он дует вот сюда сверху на двигатель И вот эта Мягкая крышка Грязная крышка Она Ей не жарко 10 скоростей Я только сейчас увидел Десятиступенчатая коробка передач Десятиступенчатая А зачем даже столько хочется спросить Честно говоря Оно мне и не надо Пусть они меня все видят вокруг Потому что На нем можно и переехать Кого-нибудь незаметно Вот блин Форд Посмотри Они вот эта штука должна посередине стоять Но они ее так пошили Что она такая Чуть-чуть на пол первого Короче Ну как она проезжает Лежачих полицейских Мне очень сильно нравится Плевать я хотел на все Что на дороге Вот просто я еду Мне все равно Я бы мог даже на стопе не останавливаться Сейчас вот это не сам бы Вот туда выехал бы На следующий перекресток А я бы даже и не заметил Тебя все смотрят с уважением А кто-то даже с завистью Как им не верить Отдаешь им 70 штук И потом еще им не веришь Да конечно Они уже почти члены твоей семьи 70 штук Кому ты еще отдашь Только своим кому-то Поэтому верить им необходимо Вот ей нужно Как у Теслы Этот автопилот Потому что Вот на ней можно реально спать Да пусть едет куда хочет Даже если она куда-то В кого-то едет Да кому какая разница Это его проблемы Это не мои проблемы И все Расскажите о нашем канале Друзьям Соседям Родственникам Пусть все смотрят На что поменял Чувак Теслу Не ну как ты представляешь Этого Бога Современного Автомобилестроения Взять и поменять Даже кому вот Если скажешь Сразу и не поверят Как Теслу Поменял Да на что ее можно поменять Да на что угодно На велосипед Как по мне Так на трехколесный велосипед Смотрите до конца Мы в самом конце За две минуты До конца Покажем Что это была за машина А все это время Будем трандеть Вот так вот Или не покажем Что это было Может сейчас вот не приедет Парень Который нам машину дает На тест драйв Вот сейчас возьмет И не приедет Скажет Слышь Он сейчас Про эту машину Тоже чем-нибудь Наговорит такого Что мне придется Ехать ее опять Сдавать И брать еще что-то Ну по мне Так на какую-то Собачку она похожа На бульдога Может быть Срабатывает быстро Если знаешь Если знаешь где махать ногой Ну вот эта шторка Сереге Вот например Напоминает Ладу Гранта Или Ладу Веста Повешать или повесить Я тоже не знаю В общем Ты сюда Ты сюда Вешаешь сумки В случае с Флоридой Это конечно же Будут лыжи Для снега Вот эта рамка Вокруг дисплея Ну она вот Пачкается Немножко Ну в принципе Если ты ее не будешь Вот так вот трогать Тебе это зачем делать То она не пачкается Вот в этой машине Вольво решили Проявить воображение Подстаканники С красивой шторкой Сверху Которая закрывает их Когда они тебе не нужны Ну шторки Я не нашел То есть шторки Здесь нету Вот именно Это модель Для молодежи И у молодежи Здесь будет всегда Стоять там Кофе Пепси Минералка Пиво Хотел сказать Ну нет Нельзя пить пиво В автомобиле Но у меня вопрос К инженерам Вольво Вы наконец-таки Сделали место Для телефона Наконец-таки В Швецию Дошел Смартфон И видимо Больших размеров Почему вы не сделали Там беспроводную зарядку Все стараются Чем-то удивить Сейчас Воткнуть коробку Переключения Куда-нибудь Чуть ли не Вот сюда На лобовое стекло Или под сиденье Или куда-нибудь На крышу Или в багажник Ее воткните Это мусорка То есть Вот сюда Ты закидываешь Там даже Уже Ей активно пользуются Вот И вот так Вот она открывается И закрывается И ты сюда вот там Все свои чеки Обертки от жвачки Крышки от бутылок С водой Ты закидываешь туда Вопрос Кто ее потом убирает Вольво Такую услугу Не оказывает К сожалению Поэтому тебе придется Открыть бардачок Вот этот вот Подлокотник Достать мусорку И пойти ее И выкинуть Она тут открывается И ты ее Вытряхиваешь Так что Плевать сюда Не советую Никому Потому что Вытряхивать Потом самому Придется Но на это Можно не обращать Внимание Я согласен Кому-то это По барабану Вот тут будет Торчать от сварки Там капли Висеть Как ее Приварили Или вот такая Щель какая-нибудь На двери Кому-то это все равно Я не спорю Это Человек имеет Право на это Но для тех Кто любит машину Это имеет значение Вот эти вот Сеточки Которые Серега Сказал Похожи на авоську Может их китайцы Китайцы им Деньги дали Просто Говорит Сделайте хорошую машину Мы потом На вас зарабатывать будем А они Вложили эти деньги В разработки Не надо Китайцы Китайцы Вот ты сейчас Какой камерой снимаешь Китайская Вот очки на тебе Какие Китайские Вот Не знаю Дома телевизор У тебя Вот Сто процентов Китайский И телефон у меня Китайский И у тебя тоже Наверное Китайский Китай Ну Они Рядом Там Я еще И не знаю Что лучше Корея или Китай Китайцы Все захватили Что сделать Если у них Много денег И они покупают Все подряд Докопался Ты короче Довольно Что тут С подлокотником Опять Вот видишь Хорошо Красиво Закрытые Подстаканники Шторку Убрал Они смотри Открылись Шторку Поставил Хорошо Выглядит Смотрите Видео До конца В конце Может Интереснее Бить Чем в начале А вот Под капотом У этой машины Огромная V-образная Восьмерка Ой Нет В случае С Вольво Ты когда Открываешь Капот Ты хотя бы Видишь Что ты Купил Себе Машину Здесь Есть Что-то Даже Есть Ни в чем Не разбираешься Ты хотя бы Понимаешь Что-то Сюда Напихали За что-то С меня Деньги Взяли За что-то Я отдал Свои кровные Вот Вишь Ты говоришь Китай Хочу обратить Внимание Сделано Во Франции Фара Покажи мне Телевизор Или телефон Который Сделан Во Франции Нет таких А Вольво Есть Я извиняюсь Сейчас перед Хозяином Автомобиля Но ты Как Молодая Мама Смотришься Семейный Не Ну ты Семейный Правильно Да Он уже Семейный Это в целях Безопасности В них там Какие-то Подушки Безопасности Спрятаны Или что Зачем Но обычно Правильно Я вот Или я Что-то ошибаюсь Обычно Брызговик Вот здесь Да Ну если Они есть Вообще Где-то Они же Сзади Стоят Зачем Впереди Колесо Вот так Крутится И закидывает Ааа Ты Можете Это Если Типа Ты Задом Будешь Ехать То есть Когда ты Едешь Вперед Пусть Кидает Грязь Куда Хочет А когда Ты Едешь Назад Было Ощущение Такое Что Просто Автомат Шел Украсил Украсил И здесь У него Либо Закончилась Краска Либо Он просто Перекурить Пошел И опять Пошел Дальше Да Так что Это тебе Не Hyundai Самый лучший Клиент На свете И вот Только Специально Для тебя И только Сегодня Ты очень Удачно Зашел Пол Двенадцатого К нам Мы вот Сейчас Сделаем Скидку И вот В двенадцать Зашел Б уже Не было А так Вот тебе Забери За тридцать Приятно Я просто Вынужден Буду Купить Тойоту Кемри И ездить Уже Митсубиши Нет Тойоту Кемри Нет Кемри Я куплю Я куплю Кемри В новом Кузове С красным Салоном Не Красный Не хочу Черный Я люблю Черный Салон Я вот Сереге Дам Проехать На ней На обратном Пути Чтобы Он Чтобы Он Не спрашивал Они в Китае Сделаны Они Еще Где-то Сделаны Прокатись Посмотри Где они Сделаны Напишите Хорошее Что-нибудь Напишите Что-нибудь Нам В комментариях Вся Вот Эта Вот Ерунда И Всем Доброго Хорошего Теплого Дня Вечера Ночи В общем Все Обнял До хруста Домой Поехали Домой 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 Все Домой Лайки Колокольчики Подписки Если Вам Не Понравилось Честно Говоря Это Ваши Проблемы